Браслов Герб Браслова Современный Браслов – это центр района и административный центр национального парка «Брасловские озера». Туристический комплекс базы отдыха «Древяты» расположен в лесном массиве на полуострове одного из красивейших озер Белоруссии – «Древяты», занимающим по величине пятое место. В него входит три жилых корпуса, ресторан, кафетерий, хатни и пресс-маки, оздоровительный комплекс с мини-бассейном, джакузи, комнатой отдыха, тренажерным залом, отдельно стоящей русской бани с купелью в деревянной бочке и отдыхом в полузакрытой мансарде на берегу озера. Для отдыхающих предлагается трехразовое питание традиционной белорусской кухни в ресторане «Древяты» с видом на озеро. Здесь вам предложат большой выбор фирменных блюд. Это фаршированная щука, заливное из языка лося, нарезка из дичи, моченая брусника с овощами, тушеное мясо дичи, салат «Гнездо глухаря», овощная нарезка и многие другие блюда национальной кухни по вашему заказу. Территория обустроена охраняемой парковкой, пляжем, причалом. Для детей оборудована детская игровая площадка, контактный мини-зоопарк с кроликами. Размещение предлагает на выбор большие комфортабельные номера типа двухместный двухкомнатный номер для людей с ограниченными возможностями, двухместный стандарт, семейный двухместный и двухкомнатный до четырех человек, одноуровневый и двухуровневый люкс, а также стандартные однокомнатные номера эконом-класса. Общая вместимость данного комплекса более 70 человек. Имеющийся конференц-зал позволяет проводить любые тематические мероприятия с большой аудиторией. Во время отдыха можно поиграть в бильярд, настольный теннис, воспользоваться прокатом лодок, катамаранов, велосипедов, приобрести путевку на платное любительское рыболовство. На имеющемся моторном катамаране повышенного комфорта можно заказать экскурсию по самому большому озеру национального парка Древяты. И если повезет, то увидите разнообразный растительный и животный мир прибрежного ландшафта прямо с палубы. Рядом с деревней Слободка, в котором находится знаменитый на всю округу костел Божьего промысла, видимый с половины мест Брасловского по Озерье, находится база отдыха Слободка. Располагаясь в изумительно живописной местности на берегу озера Потех, на территории комплекса находятся две летние беседки, беседка-барбекю, русская баня с парилкой, а в 50 метрах от базы отдыха расположено место для купания. Пункт проката предлагают лодки, велосипеды. Для размещения предлагается отдых в комфортных двухместных однотипных коттеджах общей вместимостью до 20 человек. Туристический комплекс Золова отлично подойдет для комфортного отдыха небольшой компании. Расположен на берегу лесного озера Золова в 5 километрах от трассы Браслов-Минск. Туркомплекс состоит из четырех коттеджей общей вместительностью до 20 мест, беседки-барбекю, стоянки для автомобилей, мини-пляжа. Большой двухэтажный дом ВИП-класса имеет большой холл, камин, комнаты для принятия пищи, санузлы с душевыми, две роскошные спальни с большими кроватями. В лесу стоит белорусская хатка с большой террасой и настоящей русской печью. Здесь три номера на шесть человек. Два однотипных коттеджа могут разместить по 5-6 человек каждый. Хорошая русская баня расположена над водой с выходом из парилки прямо в озеро Золова. Отдыхающим предлагается трехразовое разнообразное питание в уютном кафе на берегу озера. В прокате имеются велосипеды, лодки, катамараны. На берегу озера для проживающих установлены лежаки для загорания, уютные беседки над водой, а дети рядом с родителями могут играть на детской площадке или погладить и покормить кроликов в контактном мини-зоопарке. На обустроенной кольцевой велодорожке можно прокатиться на имеющихся велосипедах всей семьей и увидеть объекты дикой природы прямо у дороги. Уединенное место отдыха – база отдыха Леошки. Окаемлено одним из чистейших в Европе озером Волоса и лесом. Здесь найдут свой уютный уголок не только романтичные парочки, но и большие дружные компании. Уникальная возможность предоставляется для подводного плавания, прозрачность воды до 5 метров. Для размещения предлагаются жилые номера как в небольших летних рубленных домиках, так и в коттеджах повышенной комфортности. Это коттедж номер 5 и его внутреннее содержание с кухней, прихожей, вестибюлем, мансардами, спальнями, санузлами и душевыми кабинками на разных этажах. Улица изрубленных однотипных домиков со всеми удобствами, в каждом из которых может проживать до 4-х человек. Коттедж номер 1 имеет большую кухню, камин, прихожая в охотничьем стиле, санузлы, открытую мансарду и красивую беседку у порога. Для посетителей на берегу предоставляются две русские бани. Клиентам предлагается разнообразное питание традиционной белорусской кухни в просторной кафе-столовой с панорамным видом на озеро Волосо. Территория благоустроена для отдыха вместе с детьми на игровой площадке. Летними беседками предоставляется бесплатная автомобильная парковка. Всего на территории базы отдыха 18 коттеджей с общей вместимостью более 50 человек. На озере устроены два пирса – на плавного и стационарного исполнения, а также предоставляются на прокат лодки, с которых можно как ловить рыбу, так и наблюдать за проживающими в камышах птицами и животными. На берегу Большого озера расположен дом рыбака Богина. На первом этаже имеется просторная столовая, душевая кабина, санузел, а для проживания на втором этаже имеются четыре двух-трех местных уютных номера для проживания 12 человек. Гора Маяк – это самая популярная среди туристов обзорная точка Национального парка Брасловские озера, располагающаяся между двумя озерами Снуды и Струста. Абсолютная высота горы составляет 174 метра над уровнем моря, а относительно ближайших озер ее высота 44,7 метра. Здесь открываются исключительные по живописности и великолепию ландшафты, проложена экологическая тропа. Кружевной рисунок озер, их ровная гладь с многочисленными островами, разнообразием и необычностью камовых холмов и озовых гряд, покрытых лесами, формируют удивительный по сохранности природный пейзаж. Для индивидуальных экскурсий и организованных групп предлагаются услуги экскурсовода. Также можно воспользоваться возможностью быстроходного катера и с ветерком провести водную экскурсию по озерам Струста и Снуды возле горы Маяк. Любителям романтического отдыха предлагаются туристические стоянки. В Национальном парке насчитывается 66 стоянок заказного и 8 стоянок общего типа. Каждая стоянка оборудована беседкой, кострищем, пирсом, кладкой, ведущей в озеро, туалетом, дровами. На некоторых имеются баньки и небольшие домики для ночлега. Это прекрасная возможность уединиться с природой, насладиться тишиной, природой и отдохнуть от шума города. Для планирования своих поездок на сайте Брасловского национального парка имеется возможность заказать и забронировать туристические стоянки заблаговременно. Многие так и поступают, гарантируя себе отдых на Брасловских озерах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok